То, чем занимался Задорнов, да, это в каком-то смысле даже, может быть, поэтическая деятельность. Что еще помогает детям, помогает взрослым эффективнее получать знания? Давно в качестве хобби интересовался искусственными языками. Языками Толкина, языком аспиранта в какой-то степени. Которые находят ненаучные связи между языками, ну и пускай себе рассказывают сколько хотят. А сейчас выход новой книги по популярной лингвистике — это событие, ну, на полгода в лучшем случае. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы лауреат премии «Просветитель» 2017 год за книгу «Конструирование языков». Вы профессиональный лингвист и вы также один из организаторов летней школы по лингвистике. Так или иначе, вот со всем этим сегодня будут связаны мои вопросы. Ну, а в первую очередь у вас, как у профессионала лингвистики, у человека, который много часов тратит еженедельно и ежегодно на эту деятельность, я хотел бы спросить, когда у вас проснулся интерес к языкам? Ну, я думаю, что интерес к языкам проснулся ко мне с самого раннего детства. Это связано с моей семейной историей, потому что у меня мама носительница русского языка, а папа носитель сербского языка. Поэтому я с самого детства сталкивался с тем, что вот есть два разных языка, о которых говорят в моей семье. Они во многом похожи, потому что сербский язык славянский, это там много похожих на русский слов. Но, тем не менее, какие-то все-таки другие, какие-то похожи, но не тривиально. Там, например, молоко будет, млеко, да, это уже заставляет о чем-то задуматься. Вот я думаю, что с этого, наверное, и начался мой интерес к лингвистике. Затем был этап университетский. Вы изначально получали образование по этому направлению? Ну, я поступил на филологический факультет, вообще-то заниматься германистикой. То есть я по образованию филолог-германист. У меня в дипломе написано «филолог, преподаватель немецкого языка и зарубежной литературы». Я учил в университете немецкий-шведский языки, но занимался в основном историей германских языков. Древний мир немецким языком, готским языком и так далее. Но вот потом постепенно сместился в сторону общей лингвистики и компьютерной лингвистики. Сегодня, в рамках вашего выступления на «Слёте просветителей-2018» вы упомянули про вопросы, которые вам чаще всего задают как лингвисту. И один из них – «На скольких языках вы говорите?» Но при этом вы тут же заметили, что речь – это скорее вопрос для человека полиглотизмом, занимающегося. Но тем не менее, вопрос тот же – «На скольких языках вы общаться можете с людьми?» Ну вот, вопрос «На скольких языках я могу общаться?» – это, кстати, лучший вопрос, который обычно задают. Потому что обычно спрашивают, сколько языков ты знаешь, и вот тут-то на это ответить невозможно. Да, вот насколько… «На скольких могу общаться?» – наверное, могу сказать по-русски, по-сербски, по-английски, по-немецки и по-шведски. Вот так. А дальше уже начинаются разные градации знаний, и вот тут-то я впадаю в ступор. А на вот вопрос «На скольких языках можешь общаться?» – это вот, пожалуйста, пять. Хорошо. Тут же вопрос, связанный с вашим проектом «Летняя школа лингвистики». Вы в книге «Конструирование языков» вот я цитату прямо выписал. «Больше десяти лет занимаясь организацией Олимпиад по лингвистике для школьников, я уверился в том, что лингвистические знания лучше всего запоминаются, если додуматься до них самостоятельно, а не получить их в готовом, разжеванном виде». Тут два момента. Во-первых, мне очень понравилось сегодня выполнять задачи эти, да, и когда я читал «Конструирование языков» – это очень увлекательный процесс, и для меня было открытием, насколько эти задачи связаны с математикой, потому что, по сути, логика. Находишь закономерности и логически думаешь, что же зачем будет. Но вопрос вот в чем. Вы могли бы рассказать про какие-то еще лайфхаки, да, кроме самостоятельного открытия для получения знаний? Что еще помогает детям, помогает взрослым эффективнее получать знания? Ну, если говорить именно о лингвистике, то, во-первых, все-таки действительно, хотя лингвистика – это не про изучение языков, да, про изучение того, как устроены языки, но знание практических языков все-таки тоже помогает, да, потому что, когда ты хорошо знаешь какой-нибудь язык, то ты больше понимаешь каких-то таких вот тайных механизмов, которые в нем работают. То есть, действительно, практическое изучение языков, особенно непохожих на свой язык – это очень важно. Ну, то есть, ну, грубо говоря, важно, чтобы человек, который хочет заниматься лингвистикой, чтобы он, ну, хотя бы почитал учебник венгерского языка, да, там, не только знал русский и английский, ну, хотя бы венгерский, но ты уже почитаешь, да, чего-то новое узнаешь, необычное расширяющее сознание, что вообще бывает в этом как мира, да, но уж если не венгерский, а, там, вьетнамский или что-то такое, так еще лучшее. Ну, вот, это, мне кажется, важная часть. Ну, и, конечно, надо просто читать книги по лингвистике, их сейчас становится все больше на русском языке в том числе, потому что, действительно, сейчас мы переживаем такой вот бум на очень популярной литературы, там, и по лингвистике тоже, потому что раньше каждая лингвистическая книга, там, популярная, она выходила и дальше, это было такое событие, там, лет на пять, а сейчас выход новой книги по популярной лингвистике – это событие, ну, на полгода в лучшем случае, так что, я думаю, что в этом смысле диапазон стал гораздо больше, и можно много чего узнавать. Соответственно, если это применять, так сказать, экстраполировать на получение знаний в целом, и если кто-то, да, из смотрящих сейчас этот видеоролик думает, как же там стать умнее, как стать интеллектуальнее, более одаренным, то это в целом расширение кругозора за счет потребления информации, в частности, из книг. Ну, конечно, да, то есть я думаю, что действительно заниматься самообразованием, да, можно самыми разными способами, ну, вот я человек такой довольно старомодный, я люблю читать книги, потому что я не знаю, актуально это сейчас или нет, но вроде бы все-таки пока еще да. Ну, хочется верить, что это будет. Поэтому вот этот путь рекомендую. Понял, понял, хорошо. Но, как мы с вами знаем, книга по лингвистике другой книги по лингвистике – рознь. И я хотел у вас спросить про ваше отношение к деятельности Михаила Задорнова, который в конце своего жизненного пути очень сильно увлекся, не знаю, можно ли это назвать псевдолингвистикой, можно ли это назвать любительской лингвистикой, термин можем сейчас с вами обсудить. Но мой вопрос вот в чем. Считаете ли вы, что нужно активно заниматься развенчиванием таких мифов, или же, ну, вещают себе что-то люди, которые думают, которые находят ненаучные связи между языками, ну и пускай себе рассказывают сколько хотят? Ну, мне кажется, что развенчивать надо, но не надо превращать это в главную задачу популяризаторской деятельности. То есть мне кажется, что я свою задачу вижу в том, чтобы на 90% рассказывать интересное, а на 10% развенчивать, а не наоборот. Потому что, ну, вот, мне кажется, действительно, что когда популяризация науки превращается в борьбу, то это уже не очень симпатично просто. И, ну, вот, хороший пример, по-моему, идеального соотношения – это Андрей Анатольевич Зелезняк, к сожалению, покойный, величайший лингвист, который, ну, вот, он действительно очень много сделал для популяризации лингвистики. Он каждый год читал лекции про берестяные грамоты, он ездил на наши летние лингвистические школы, он читал лекции школьников, о них там все доступны в интернете, можете посмотреть видео. Он читал другие популярные лекции. Ну, и, среди прочего, написал книжку под названием «Заметок о любительской лингвистике», где вот действительно разбирает построение. Ну, вот, в первую очередь, он боролся с работами академика Фоменко, да, известного математика, который тоже вот стал увлекаться такими вещами. Ну, вот, действительно, Зелезняк, мне кажется, показывает хорошее соотношение, да, 90% науки, популяризации науки, 10% борьбы с лженаукой, любительской наукой. Ну, а если говорить про то, как это называть, да, то я бы сказал, что можно называть это как-то даже нежнее, да, можно говорить, что вот то, чем занимался Задорнов, да, это в каком-то смысле, даже, может быть, поэтическая деятельность. То, что делает поэт, на самом деле, вот он видит какие-то сходства слов, более-менее случайные, дальше сопоставляет их в рифму или в какое-то созвучие, да, и дальше вокруг этого строится поэтическое произведение. Ну, вот, может быть, так и надо воспринимать творчество Задорнова, да, надо понимать, что это не наука ни в каком смысле, да, если считать это такой игрой со словом, да, вот нашел там слово «радость», похоже на название египетского бога Ра. Ну, давайте мы вместе этому порадуемся, но считать, что для этого что-то следует про знание, про историю языков, вот это лучше не надо, да. Слушайте, понял, понял. Расскажите, пожалуйста, про книгу «Конструирование языков», напомню, да, в семнадцатом году вы получили за нее премию «Посвятитель». Расскажите, пожалуйста, буквально в нескольких предложениях, можно и побольше, про историю работы над этой книгой и про какие-то ключевые вещи, которые читатели могут из нее вынести. Да, ну, история этой книги довольно интересная, потому что, ну, я давно в качестве хобби интересовался искусственными языками, языками Толкина, языком Эсперанто в какой-то степени. Я на нем не говорю как следует, но умею читать, люблю читать стихи на Эсперанто, это, ну, вот, общаюсь мало, но, тем не менее. И вообще, да, это интерес, который в, так сказать, научной лингвистике не очень приветствуется. То есть, если, там, приходишь в научную лингвистическое сообщество и говоришь, что, вот, знаете, я эсперантист, да, но все окружающие, ну, покрутят пальцем виска немножко, ну, там, это вообще такое немножко нестандартное занятие. Но дальше издатель сайта «Постнаука» Игорь Максутов убедил меня в том, что для этого можно сделать интересную, научно-популярную книжку, и я дальше, когда я стал ее писать, я понял, что это, в общем, не антинаучное, да, как могло бы показаться на первый взгляд, как я и сам, скорее, может быть, думал, да, что когда мы изучаем искусственные языки, то есть языки, изобретенные людьми, да, то мы при этом понимаем больше про то, как устроен человеческий язык вообще. То есть мы понимаем, что бывает в человеческих языках, чего не бывает, да, вот, там, если, например, Толкер что-то изобрел, изобрел, например, какую-то систему письма или какую-то грамматическую особенность, бывают ли, естественно, языки с такой системой письма или с такой грамматической особенности, если нет, то почему? Вот про эти вопросы мне, собственно, всегда и было интересно думать, когда я писал эту книгу, но надеюсь, что читателям моим тоже, кажется, оказалось интересно. Ну, я от себя скажу, что мне было очень интересно, мне очень понравилось, я с большим удовольствием ознакомился, прочитал и про эсперанто. Теперь, когда вы сказали, что сами на нем читаете, я понял, скажем так, причины столь детального разбора, но при этом, разумеется, более чем уместного и позволяющего понять, а что же этот язык, который даже в сознании людей, мне кажется, эрудированных, он вот что-то там, вот искусственный язык. Но благодаря вашей книге человек прочитает, ознакомится и поймет, какие правила, поймет, насколько сильно автор польский окулист, за Менгофф, насколько он вдохновлялся и взял в качестве базы европейские языки. И это, вы также в книжке говорите про две, два подхода, априорные языки, да, и апостериорные. Априорные, это те, которые построены, да, на основе... Априорные, это с нуля, ну, тут вы изобрели все слова, обычно это про лексику говорится, да, все слова придумали с нуля. Апостериорные, это языки типа эсперанто, где, собственно, лексика берется из языков существующих, ну, возможно, с некоторыми изменениями. Ну, простой пример, эсперанто, это значит надеющийся, ну, а кто знает какой-нибудь язык типа испанского или итальянского или французского, да, те легко опознают этот корень, да, эсперанто, эсперей, французский и так далее, да, надеется. Так что, в общем, в этом смысле Замингофф оказался действительно очень... придумал очень удачную идею, что людям, которые учат эсперанто, они приходится учить лексику. Ну, или приходится, но в гораздо меньшей степени. Ну, например, первая книга Замингоффа, первая книга грамматика Замингоффа, ее сейчас называют Uno Libro, первая книга, Uno, но опять-таки опознается, да, Uno, эсперанто один, ну, тоже понятный ломанский корень Libro, тоже опознается, латинская Libre, книга, и поэтому все очень просто, оказывается. Ну, эсперанто в этом смысле, да, заслуживает внимания, потому что это самый, несомненно, удачный проект искусственных языков по охвату, потому что эсперанто в той или иной степени сейчас по разным оценкам говорит, там, от нескольких сотен тысяч, там, 200 тысяч человек, до двух миллионов человек, ну, опять же, дальше можно спорить, что значит говорить на эсперанто, что значит знать эсперанто, но, тем не менее, такие числа, которые никакой другой искусственный язык даже к ним близко не может. В том числе вы приводите пример сообщества на Фейсбуке, да, то, что 300, 400, 320, ну, за 300 тысяч человек подписано, понятное дело, вопрос, как они на нем говорят, как вы только что сказали, но сам факт, я, например, не знал, что настолько этот язык распространен. Александр, еще хотел поговорить с вами про более свежий ваш литературный проект, это книга «Сто языков», которую вы написали в соотношении с другими отечественными лингвистами, тоже буквально пару слов про историю, и расскажите про один наиболее заинтересовавший вас в этой книге язык, и один, который, может быть, показался скучным. Да, ну, история этой книги такая, где-то в, я уже даже сейчас попробую вспомнить, когда это было, кажется, года два назад к Максиму Крангаузу обратился сайт «Арзамас» и предложил написать рубрику «Язык дня». Маленькие текстики, там, на две тысячи знаков, про любимые языки. Вот он привлек меня и Антона Сомина, мы вместе работаем, ну, вот мы решили сделать эту рубрику совместной, написали 20 таких вот карточек, коротенькие тексты про языки, которые нам интересны, это был совершенно субъективный выбор, то есть, ну, вот, я люблю исландский язык, вот я про него и написал, а еще я люблю готский язык, я про него написал, а еще я люблю клингонский язык, язык стартрека искусственного, вот я написал про него. Сразу вопрос быстрый, все сезоны посмотрели? Нет. Тем не менее. Или не написал, не помню про эсперантку, кажется, написал про клингонский, ну, неважно. И таких циков набралось 20. После этого эту книгу, эта рубрика, в общем, оказалась вполне интересной, там ее очень бурно обсуждали, ругали, ну, все как положено. Но главное, что читали. И главное, что нам самим понравилось. После этого к нам обратилось издательство АСТ, которое сказало, давайте мы сделаем из этого книгу. Ну, книги уже будет не 20 языков, а побольше. Ну, напрашивается число 100. А, понятно, круглое число. Ну, и вот здесь, конечно, в такой ситуации это уже не мог быть совсем произвольный набор языков, вот просто то, что нам нравится, да, просто интересные истории. Поэтому у нас уже стало много разных других принципов отбора. Например, мы должны были включить самые крупные языки, самые культурно влиятельные. Мы включали языки разных типов, да, ну, например, жестовый язык, русский жестовый язык вошел в нашу книгу. А еще мы заботились о том, чтобы была географическая представленность, да, чтобы языки России были представлены, чтобы были представлены языки всех континентов, да, чтобы там не пропустить, например, Южную Америку или что-нибудь такое, да, потому что легко можно и не заметить. Ну, вот мы старались, чтобы такого не произошло, но это действительно так не сделали. И в итоге мы составили список 100 языков, и дальше, ну, мы, конечно, поняли, что втроем написать 100 языков очень сложно, и наша книга работала в общей сложности 13 авторов. То есть мы сами выступили в качестве редакторов проекта, и это было действительно непросто. Ну, во-первых, найти специалистов, во-вторых, заставить их писать что-то по единому шаблону, да, привести их к единому знаменателю, потому что у нас книга устроена таким образом, что на каждый язык дается разворот. В этом развороте небольшой текст про язык, алфавит, и пример текста на языке с переводом, какого-то, возможно, культурно значимого, да, там, например, для финского языка кусок Калевала, фрагмент из Калевала. Если позволите, мне очень понравилось на развороте с английским пример из Ворона Эдгара Алана По, для меня очень близкого автора, очень ценного, и я, например, не знал, что в этом стихотворении, достаточно большом поэме, ну, стихотворении пускай, нет буквы Z, тоже этот факт там есть, мне было интересно. Да, ну вот я сейчас мучительно, когда вы заговорили про английский, я мучительно попытался вспомнить, что же я тогда вставил в статью про английский язык, который я и написал, да, дальше помню, да, да. Ну вот, да, ну, мне кажется, что нам это в конце концов удалось, да, хотя я повторяю, что работать с большим коллективом авторов – это такой челлендж вполне себе, но, тем не менее, у нас авторы самые разные, это и признанные ученые, там, у нас есть, например, член-корреспондент Российской академии наук, она вот именно Дебо, которая писала статьи про языки, которыми она занимается, есть совсем молодые люди, которые, скажем, участвуют активно в фестивалях языков, да, интересуются разными языками, так что у нас большой диапазон авторов, но в итоге получилась такая вот единая, наверное, книга, ну, и если говорить о том, что в ней лично для меня было самого интересного и самого скучного, то здесь, ну, начну с самого скучного. Самая скучная, самая большая проблема, с которой мы столкнулись, состоит в том, что про многие языки, в общем, есть некоторый набор базовой информации, которой надо сообщить, а он одинаковый про близкородственные языки, то есть, например, про тюркские языки, да, про каждый тюркский язык приходится сообщить, что, про почти каждый тюркский язык приходится сообщить, что в нем есть сингармонизм так называемый, это зависимость гласных слове от гласных соседних слогов, например, по-турецки множественное число будет, окончание будет лар или ler, если после гласных типа а и будет лар, например, кыз девочка, дочь, кыз лар, Да, какой-нибудь дом эв, после гласного типа э-и будет эвлер. Это такая самая известная характерность у нас тюркских языков. Она есть в турецком, в азербайджанском и так далее. В каждой статье про каждый из языков приходилось это написать. Но это, к сожалению, неизбежно. Вы добавляли, как вы помните. Ну, мы старались не добавлять, как вы помните, потому что у нас книга расположена, языки расположены по алфавиту. И мы не наставим, чтобы наш читатель читал от буквы А до буквы Я. Поэтому, если читатель открывает статью турецкий, то мы не надеемся, что он помнит, что было написано в статье азербайджанский. Поэтому пришлось это всю допоминать. Повторять повторять? Ну, да, мы старались делать это коротко и по-разному, с совсем разными примерами. Ну, вроде бы тоже получилось, но это неизбежный такой факт. Ну, а что самое интересное, это, я думаю, что мне, наверное, интереснее всего было, с одной стороны, писать про те языки, в которых я сам разбираюсь, может быть, немножко меньше, где мне пришлось самому заниматься какими-то исследованиями, чтобы написать эту маленькую статью. Ну, казалось бы, одна статья, две страницы, потому что там сел и написал. А иногда это растягивалось на неделю. Например, про язык токписин. Это язык, распространенный в Пуановой Гвинеи. Такой язык, который возник в результате взаимодействия английского языка с местными языками. Такой язык типа пиджин. Это язык, который возник в качестве языка для общения групп, у которых не было общего языка. Ну, вот я даже рассказываю про него студентам в курсе социолингвистики. Но тут, когда я стал разбираться в его структуре, это вот заняло у меня там очень много времени, чтобы подробно понять и все вальвицированно написать. Хотя мы, конечно, потом показывали специалистам по отдельным языкам, чтобы окончательно удостовериться, что все это работает. Так что, вот, я думаю, как-то так. Да, но в итоге получилась настоящая энциклопедия. 100 языков, понятное дело, это не все языки Земли, как вы в конструировании упоминаете. Порядка 7 тысяч на Земле в целом. И для каждого из этих языков есть как минимум один носитель. Правильно? Да, 7 тысяч – это живых языков. А еще сколько мертвых языков, да, это огромное, сколько вымерших языков, очень много. Но вот получилось, да, целая энциклопедия. Мы даже хотели ее так и назвать. Мы хотели назвать 100 языков субъективная энциклопедия. Да, но потом в итоге остановились на варианте 100 языков Вселенной, Слов и Смыслов. Но эта идея субъективной энциклопедии никуда не пропала. То есть, с одной стороны, энциклопедия, но с другой стороны, все-таки не вполне, потому что энциклопедия накладывает ограничения такого типа, что там очень много стандартной информации, которая может быть не очень интересна. Но вот то, что я говорил сейчас про тюркские языки, да, в энциклопедии, это было бы в еще гораздо большей степени. У нас бы просто ничего не поместилось, да. Нам надо было бы для каждого, как сообщить, какие в нем есть звуки, да. Но мы бы рассказали, что более-менее во всех языках есть звук «т». Ну и как бы разворот кончился, да. Книжка, в общем, сообщает про каждый язык примерно одно и то же по стандартному шаблону. Поэтому мы старались всегда найти какие-то интересные истории. Так что вот именно как энциклопедию, может быть, не надо воспринимать этот текст, а как субъективную энциклопедию, да. Понял, я вас понял. Ну что ж, будем потихоньку заканчивать нашу беседу. Ровно две книжки я бы хотел от вас сейчас услышать, да, название двух произведений. Одно произведение — это та книга, которую вы бы порекомендовали любому человеку, который хочет погрузиться в сферу лингвистики, сделать первые шаги, да, что-то, вероятно, научно популярное. А вторая — это нонфикшн, который вы читали недавно, и который совершенно не обязательно, чтобы из области лингвистики, может быть, даже лучше, история ли, я не знаю, космос, да, то, что вас впечатлило. Так что качественный по лингвистике, да, хороший интердакшн и нонфикшн, который вам понравился. Ну, для русскоязычного читателя, я думаю, что самое лучшее введение в лингвистику — это книга Владимира Флунгяна «Почему языки такие разные». Она много раз переиздавалась, действительно дает представление о самых разных аспектах лингвистической науки, и о языке вообще, и о том, какие бывают языки. Так что это то, что я бы рекомендовал за лингвистическую. Но из того, что я читал совсем недавно, может быть, с некоторым опозданием, что мне понравилось, это книга Даниэля Канемана «Thinking fast and slow», как она называется по-русски? Думай, медленно, решай, быстро. Я читала по-английски, но тем не менее, да, вот это то, что на меня произвело очень сильное впечатление в последнее время, да, всем рекомендую задуматься о том, как мы вообще думаем, да, и какие мыслительные ошибки мы, в частности, постоянно совершаем. Все-таки по поводу новых проектов что-то книжное будет? Будет, будет, да, только много разных планов. Во-первых, сейчас мне надо сдать второе дополненное издание «Конструирование языков», настанет процентов до 40 толще, да, ну, а еще есть план книжки про компьютерную лингвистику популярной, ну, вот, посмотрим, как пойдет. Слушайте, ну, вот тогда еще дополнительный, я, если что, реквестирую беседу по выходу. Да, ну, «Конструирование языков»-то точно выйдет скоро, там, в начале следующего года, второе издание. Следующая книга, ну, посмотрим. Файл уже заведен в компьютере, а дальше пока... Хорошо, Александр, вам большое спасибо, было очень интересно с вами пообщаться, с нетерпением ждем ваших новых проектов, все ссылочки интересные, да, которые могут быть, вы найдете по, опять-таки, в описании к этому видеоролику, ну, а я благодарю команду SciTeam за то, что они помогли с созданием этого видео, с записью этого интервью, как результат, я очень бы хотел, чтобы все, кто посмотрел это интервью, прошли по ссылке в описании и заценили их канал. На этом все, большое спасибо за внимание, не забывайте получать знания и делиться ими. Всем пока!